Медиагруппа «Авангард» представляет Применение цифровых технологий рассматривается в настоящее время в качестве одного из ключевых механизмов достижения национальных целей развития России. При этом ключевым аспектом устойчивого развития этих технологий является в первую очередь обеспечение их информационной безопасности. В то же время для информационной безопасности ключевыми являются криптографические технологии, как самые ресурсоемкие и наукоемкие. И эти технологии получили развитие в первую очередь в военно-прикладном и специальном применении, ну так исторически просто сложилось, и собственно так они и развивались именно в составе подразделений специальных служб. И в России вот эти криптографические технологии, они не были утеряны даже после распада Советского Союза, они сохранились, и не хотелось бы, что называется, вот сейчас на переломном этапе, когда идет переход на массовые цифровые технологии, потерять собственно вот то, что нам удалось сохранить даже, скажем так, в такие сложные моменты жизни страны. То есть поэтому предлагается, наверное, разумным, что и дальнейшее, наверное, развитие криптографических технологий, оно будет несомненным образом идти вместе с подразделениями научно-техническими, которые в составе федеральной службы их как бы и курируют как экспертная организация. Но тут, значит, есть такой один момент. В настоящее время федеральная служба, она определена как экспертная организация в части криптографии, но у нее нет абсолютно, скажем так, никаких ни задач, ни функций, ни полномочий участвовать в процессе внедрения этих криптографических технологий. То есть, по сути, это некая отстраненность федеральной службы как регулятора криптографического. Вот этим проектом, про который я сейчас рассказываю, и хотелось бы ее, скажем, нивелировать, то есть создать некую параллельную структуру на базе подразделений научно-технических федеральной службы, которая будет координировать процессы внедрения криптографических технологий в цифровые технологии, причем на самых ранних этапах развития. То есть, начиная до экспертизы. Экспертиза, соответственно, она так и остается за восьмым центром. И после проведения экспертизы мы также будем в этом процессе участвовать в качестве такого центрального координирующего органа. Вот, ну, собственно, как я вот сказал, название сейчас произнесу, вот этого нового центра мы считаем, ну, как бы просто вот такое название придумали. Это Национальный технологический центр внедрения методов современной криптографии. Ну, такое название, наверное, максимально аккуратно отражает вот ту мысль, которую я попытался донести. Значит, в качестве основных задач этого центра, ну, мы полагаем, по крайней мере, это наше сейчас видение, что это будет создание защищенных технологий в интересах всех участников цифровой трансформации, выработка единых архитектурно-технологических решений по безопасности, унификации криптографических механизмов, защищенных информационных систем, гармонизация требований регуляторов и, ну, естественно, как побочные такой результаты этой деятельности, это должно привести к сокращению времени экспертиз, сертификационных исследований и, собственно говоря, самого процесса внедрения. Значит, с учетом вот этих предложенных целей и задач, НТЦ ВМСК, вот этот технологический центр, он будет как бы центральным звеном в структуре взаимодействия. Вот здесь на схемке как бы изображено, я сейчас вот поподробнее немножко прям пробегусь по вот этим цепочкам и связям. Значит, с разработчиками информационных технологий, это получая от них проекты или технологические эскизы и предлагая им наиболее оптимальные решения по защите, унифицированные и гарантированно совместимые с другими участниками отрасли. То есть вот это вот как бы очень важный момент, потому что действительно очень часто идет, скажем так, разнобой, и какое-то несогласованное между собой решение внедряется, потом системы начинают стыковаться, и стык не получается. Значит, с научными организациями, естественным образом, получая от них результаты фундаментальных исследований в области информационной безопасности, а также размещая целевые НИОКР, направленные на сохранение научно-технологического паритета. Ну, здесь, в принципе, все как бы понятно. С общественными организациями по стандартизации участвуют в формировании отечественных международных стандартов, то есть подавая туда какие-то предложения по стандартам. Наверное, это будет участие в технических комитетах. С разработчиками средств защиты и аккредитованными испытательными лабораториями, наверное, вам это ближе всего, участвуя в формировании ландшафта средств и технологий защиты, методологической и технологической базы для проведения исследований и анализа средств защиты, и размещая соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для обеспечения общей доступности выбранных приоритетных отечественных технологий. То есть у нас будет возможность поддерживать отрасль деньгами. С государственными регуляторами, в частности, одним из которых мы же являемся в области, это участвовать мы будем в гармонизации требований, предлагая пути оптимизации баланса стоимости реализации этих требований в условиях именно массового внедрения, потому что там проблема, скажем так, это достаточно остро стоит, то есть это не государственные системы, где можно планово как бы достаточно спокойно на тематику денежки отдавать. Значит, с Минцифры России, получая описание государственных проектов по информатизации, предлагая оптимальные решения задач информационной безопасности в рамках этих проектов, и нормативно-правовое регулирование ФСБ и ФСТЭК России, оно сохраняется. То есть, еще раз хочу это подчеркнуть, НТЦ ВМСК, он создает ветвь только технологического взаимодействия на этапе до экспертизы, до сертификации и после экспертизы, после сертификации. То есть, условно говоря, эта структура такая максимально открытая, потому что, ну, действительно, спецслужба, наверное, это такое закрытое формирование, а здесь хотелось бы создать вот ее какой-то интерфейс, более открытый, более, скажем, такую комфортную площадку. Значит, вот в этом ключе предлагается сама структура внутренняя, значит, этого научно-технического центра внедрения массовых фрескриптографий. Значит, из двух практических или научно-практических секторов, это сектор внедрения и сектор перспективных исследований. Предполагаем также развернуть там ЦОД для обкатки каких-то решений по внедрению технологии в ГИСы, по взаимодействию между различными, скажем, решениями, системами. По этой площадке, ну, можно будет как бы более отчетливо видеть, где у нас какие-то проблемные места, там несовместимости технологические и прочее, и на них уже достаточно, как бы так, аккуратно и серьезно, совместно, совместно с вами, совместно с промышленностью обращать внимание. И также планируется некий технополис, ну, как бы это пока условное такое название, ну, то есть площадка такого, скажем так, взаимодействия на уровне, не знаю, рабочих групп, симпозиумов, каких-то встреч буквально неформального вида. Значит, ну, вот на этом, собственно говоря, мое сообщение я хотел бы завершить. Оно сейчас вот какой-то такой просто информационный характер, потому что этот проект сейчас, он вот только-только как бы начал развиваться. Но сразу скажу, проект серьезный, под него уже как бы, ну, пока не выделено, скажем так, но запланировано достаточно серьезное финансирование в рамках информационной безопасности, цифровой экономики. То есть и хотелось бы, чтобы этот серьезный проект, он как-то действительно был востребован и нужен. То есть это не в интересах спецслужб, это не финансирование федеральной службы, это именно цифровая экономика, это открытый, как бы, проект. И поэтому, коллеги, к вам просьба. Вы как-то вот, ну, разойдетесь, подумайте у себя потихонечку, как-то постарайтесь. Потому что мы открыты и хотим от вас тоже услышать, какие вы хотели бы форматы взаимодействия, какие бы вы хотели формы сотрудничества, какие-то, может быть, даже по технологическим направлениям уже сейчас начать какую-то предварительную работу, то есть куда, собственно говоря, мы дальше будем двигаться. Потому что у нас пул работ, как бы, еще до создания конечного самого центра, как юридического лица, он уже, скорее всего, будет и будет уже, наверное, со следующего года. Ну, на этом, наверное, все. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ